Руководство Запорожского ГАИ призвало автомайдановцев к организации совместных патрулей. Такой опыт уже проверен активистами ряда городов Украины. Запорожские представители гражданского автодвижения пока в раздумьях. Чего ждать водителям и пешеходам, узнавали наши журналисты. Киевский участник дорожного контроля Андрей Дзиндзя на своей странице в соцсети заявил, что с 24 февраля автомайдан официально прекращает сотрудничество с ГАИ и требует отставки руководства Госавтоинспекции Украины и всего личного состава. Остальные заходы показали, что работники ДАИ не мают на мете заниматься охороной громадского порядка. Задача автомайдана – не работать с ДАИ, а контролировать их работу, прекратить противоправные действия о безподставных заходах обшуки властей громадян и незаконного затримания автомобилей на штрафмайданчики. Несмотря на это, запорожские ГАИшеньки пригласили на встречу местных активистов. Уверено, сотрудничество будет взаимовыгодным. С одной стороны, автомайдановцы смогут контролировать инспекторов, с другой – ГАИ пополнится отрядами добровольцев. Говорят, сейчас дополнительные силы очень кстати в связи с участившимися массовыми акциями. Личного состава для обеспечения безопасности движения не хватает. Каких-то трудностей или, скажем, сложных взаимоотношений с представителями этого общественного движения, я считаю, у нас не было. Я бы хотел, чтобы мы и сейчас, вот при этой форме работы новой, тоже нашли взаимопонимание и поработали на благо города Запорожья, на благо охраны общественного порядка. За последнее время я считаю, что уровень доверия упал, поэтому поднимать его надо только вам и никому другому. По поводу совместной работы я считаю, что наша организация такая вот, она может контролировать, но вмешиваться только по законодательству. Пока же активисты взяли тайм-аут для раздумий. В ГАИ отмечают, главное – избежать конфликтов. Признаются некоторым автоинспекторам, угрожают, и они опасаются выходить на работу.